Шествие войск в Забайкальской столице началось одним из первых в стране. Парад в честь 67-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне открылся в 10 часов утра. В этом году в нем участвовали 1200 человек и 40 единиц техники. Командовал шествием войск полковник Поплавский. Принимал парад командующий 29-й общевойсковой армии генерал-майор Александр Романчук. Здравствуйте, товарищи, господинцы! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Оставляем вас 65-й годовщиной, во-первых, и линия отечественной войны. Ура! Под звуки оркестра Читинского гарнизона первыми прошли барабанщицы, военнослужащие и женщины. В этом году исторической части парада не было, только современная. Она была представлена всеми соединениями и частями Читинского гарнизона. Среди них танкисты, мотострелковый центр, военнослужащие 200-й артиллерийской и 140-й зенитной бригад. В праздничном марше прошли также пограничники, сотрудники УВД и УФСИН. Техника была представлена зенитно-ракетными комплексами, системами залпового огня и БТРами. Главными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны. Вход на центральную площадь вагона парада, как и в прошлом году, был по пригласительным билетам. Горожане наблюдали за торжественным шествием войск с улицы Ленина. Празднования продолжились уже на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Здесь были возложены венки и прошел митинг памяти. Одновременно с митингом в Чите на площадке Мегаполиса впервые прошел фестиваль живых скульптур «Война глазами молодых». Участвовали в нем три коллектива – Театр-вокзал Дворца культуры железнодорожников, сборная студентов-единомышленников «Солнышко» и шоу-балет Дворца молодежи Мегаполис «Бродвей». Уже во второй половине дня на стадионе Восточного военного округа состоялось театрализованное представление «Слава ратная России». Артисты драмтеатра, забайкальских узоров, студенты ЗАВГГПУ, курсанты Суворовского училища и училища культуры. Больше 10 тысяч человек приняли участие в спектакле, который состоял из нескольких частей, посвященных событиям Великой Отечественной войны и вкладу забайкальцев в победу. В представлении были задействованы и самолеты. В небе был инсценирован воздушный бой. Завершились торжества в честь Дня Победы в 22 часа праздничным салютом, за которым наблюдали 15 тысяч человек. Безопасность в городе во время праздника обеспечивали 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел. 9 мая прошло без чрезвычайных происшествий. Количество нарушений правопорядка не превысило обычную статистику выходного дня. Продолжение следует...